Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о белых пятнах на мошонке. К нам обратился молодой человек, у которого подобные пятна были. К счастью, они были довольно небольшие, что достаточно хорошо с точки зрения прогностических. Почему? Потому что если это заболевание достаточно старое, если он длительно развивался и занимает большие участки, то, естественно, лечить его хуже. Как правило, оно медленнее проходит. Что же это за заболевание? Это витигинга или болезнь белых пятен. Также она называется песь. Соответственно, при этом заболевании на коже появляются участки допигментированных пятен, которые склонны к увеличению. И если сделать гистологическое исследование, то можно понять, что там отсутствует меланоцид. Это клеточки, которые синтезируют пигмент в коже. Соответственно, часто витигинга сочетаются с аутоиммунными заболеваниями. Поэтому подобным пациентам всегда нужно проверить чистовидную железу на аутоиммунный тиреид, делать соответствующие анализы, что было сделано данному пациенту. Однако здесь, к счастью, не было патологии. Вообще, как правило, витигинга начинается в молодом возрасте, как раз от 10 до 30 лет, что как раз соответствует нашему пациенту. Ему сейчас 26 лет. Соответственно, в нашем случае, учитывая, что ваш покорный слуга занимается ино-половыми органами, то оно возникло впервые на мошонке. Постепенно оно принимает все больший характер по размеру, однако являются не такими большими пока. Что необходимо с точки зрения лечения? Первое. Здесь нам необходимо понимать, что данное заболевание может рецидивировать со временем, так как оно представляет из себя, по сути дела, атаку иммунитета на пигментные клеточки кожи. Что мы делаем в плане лечения? По сути дела, мы добиваемся частичной косметики, стимулируем меланоциты к размножению и так, чтобы постепенно проявлялась наоборот репигментация, то есть пигмент снова возвращался непосредственно с краев данных высыпаний и с тех волосяных волкулов, которые есть на данных высыпаниях. Чаще всего меланоцит там назначить в широкой практике. Это только гормональные крема и мази. Однако в монотерапии, то есть применяя только их, они неэффективны. Что используется в наших случаях? Ну это чаще всего либо ультрафиолет 311 нанометров, либо пуботерапия. Соответственно, что здесь происходит? Внутрь человек употребляет фотосенсибилизатор, чаще всего это амифорин в наших российских условиях, либо мы наружно прыскаем данный препарат непосредственно на кожу. В дальнейшем происходит облучение ультрафиолетом аспектра, мягкими лучами, которые непосредственно как раз способствуют выработке того самого меланина и активному размножению меланоцитов. Соответственно, об такие облучения происходят порядка двух, максимум трех раз в неделю и должны вызывать небольшую красноту. К сожалению, подобных сеансов требуется довольно много, иногда до 60-100 сеансов. Как я сказал, чем раньше мы начинаем лечение, тем лучше. Что мы можем использовать, кроме пуботерапии и, по сути дела, подмазывания гормональными кремами? Мы с успехом также используем плазмолифтинг. Что это такое? Это когда мы делаем инъекции собственной плазмы, берем кровь из рены, делаем инъекции собственной плазмы непосредственно в кожу, запуская репаративные восстановительные процессы. Этот метод используется не только для лечения витилига, но и для омоложения, для лечения той же самой лапеции, потери волос и так далее. Но, по сути дела, он представляет из себя методику омоложения, когда защитная сила организма сигнализирует ему о том, что в данном случае конкретный данный участок кожи необходимо восстановить. Поэтому непосредственно маленькой иголочкой плазмолифтинга вводится все это дело на небольшую глубину непосредственно в кожу. Соответственно, комбинация этих двух методов как раз и является наиболее эффективным с точки зрения терапии витилига. Вы можете посмотреть результат нашего лечения, соответственно, машинка слекокрасная, как раз от загара и, соответственно, той самой суборитетной дозы, которая должна даваться. И, соответственно, что? Данных пятен практически незаметно. К сожалению, как я сказал, они могут появляться вновь, однако работа дерматологов, к сожалению, направлена больше на такое косметическое устранение, которое, кстати, при ограниченных формах, именно поражение половых органов может помочь на длительное время, на очень длительное время, в том числе на много, даже десятков лет. Хуже, когда это заболевание распространенное, тогда, конечно, процесс лечения не так быстр и часто вызывает со временем рецидивы, непосредственно заболевания. Часто это сопутствует, как я сказал, аутоиммунным заболеваниям, типа аутоиммунного терегита и других болезней. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов, вы можете обратиться к венерологам, урологам нашего медицинского центра Платных КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube и более подробно в хорошем качестве фотографии вы можете посмотреть в разделе клинических случаев на нашем сайте. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.